Нижняя палата Американского Конгресса, где у демократов теперь большинство, утвердила законопроект по частичному финансированию правительства и прекращению шатдауна. Однако, как ожидается, вето на документ может наложить президент. В нём не учтены средства на строительство стены на границе США с Мексикой. Дональд Трамп настаивает на том, что в бюджет на эти цели необходимо заложить 5,6 миллиарда долларов. Демократы говорят, что главное – восстановить работу правительства. А строительство стены можно обсуждать в рамках отдельного законопроекта. В целом, они не поддерживают идею возведения заграждения. «Есть технологии для армии. Если они работают для армии, то смогут работать и на границе. Нужны штат служащих и технологии. Мы просто должны подумать, как обезопасить границу. Мы хотим договориться. Но стена – это решение 14 века». Впрочем, президент и представители республиканской партии считают, что стена будет эффективно сдерживать наплыв нелегальных мигрантов, преступные группировки и контрабанду наркотиков. «Госпожа спикер, законопроекты, которые сегодня решили рассмотреть демократы в Палате представителей, не способствуют поиску компромисса между Нижней Палатой, Сенатом и Белым домом. Ещё более важно то, что это не сможет решить кризис на нашей южной границе и убрать угрозу, которую этот кризис представляет для нашей безопасности». На своей странице в Твиттер Дональд Трамп ещё раз опубликовал призыв построить стену. Президент планирует сделать её длиной более трёх тысяч километров. Между тем, на границе Мексики с США остаются тысячи мигрантов. Ежедневно они совершают попытки перебраться на противоположную сторону. Многие говорят, что планы по строительству стены их не беспокоят и что они попадут на территорию США, несмотря ни на что.